Руководство государственного унитарного предприятия пансионаты Севастополя на протяжении двух лет умышленно занижало показатели хозяйственной деятельности предприятия. По предварительным подсчетам, только по одному из пансионатов за 2016 год недополученные доходы превысили 12 миллионов рублей. Это результат внеплановой проверки главного контрольного управления правительства Севастополя. Напомним, проверить деятельность пансионата в Севастополе поручил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсяников. О результатах проверки 24 октября рассказал начальник главного контрольного управления правительства Севастополя Виктор Голубев. На момент начала проверки и ходе ее проведения сотрудники административно-управленческого аппарата предприятия, кроме исполняющего обязанности генерального директора Кузьменко, на рабочих местах отсутствовали. Также отсутствовал значительный объем бухгалтерских и иных документов. Следовательно, документы представлены контрольной группе не в полном объеме. Виктор Голубев рассказал, что по результатам проверки зафиксирован ряд существенных нарушений, которые свидетельствуют о системном причинении ущерба городу. В частности, руководство предприятия без согласования с собственником имущества правительством Севастополя заключало крупные сделки по оптовой продаже туристических путевок коммерческим организациям. Им продавали путевки со скидками, которые превышали 65% от рыночных цен, утвержденных в государственном монетарном предприятии. По данным правительства, в ущерб экономическим интересам предприятия, его руководство необоснованно предоставляло скидки отдельным организациям. С существенными нарушениями заключались договоры на организацию питания и предоставление помещений коммерческого назначения, рассказал Виктор Голубев. Государственные монетарные предприятия Севастополя, пансионаты Севастополя – это имущественный комплекс, принадлежащий Севастополю и, соответственно, всем севастопольцам. Передан не в собственность УПА и не в пользование его коллектива, а в хозяйственное ведение данного предприятия для надлежащего и эффективного управления в интересах собственника. В течение двух лет не проводилась инвентаризация и не поставлены на кадастровый учет имущественные комплексы детских оздоровительных лагерей. Распоряжениями правительства Севастополя за предприятием на праве хозяйственного ведения закреплены детские оздоровительные лагеря «Ласпи», «Горный», «Нахимовец» и «Прибой». В течение двух лет предприятиям не организована работа по выполнению решений собственника имущества. Не проведена инвентаризация и не поставлены на кадастровый учет их имущественные комплексы, что в свою очередь создает опасность утраты государственной собственности детских оздоровительных лагерей. Начальник Главного контрольного управления правительства Севастополя сообщил, что акт, составленный по результатам проверки, направлен в правоохранительные органы. Продолжение следует...